Здравствуйте, уважаемые друзья, мы зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Рохмада Лили, известный политолог из Азербайджана. Здравствуйте, господин Лили. Здравствуйте, Михаил. Очень приятно быть тут с вами. Да, взаимно, взаимно, господин Лили. Господин Лили, вот как вы восприняли вчерашнюю резолюцию ПСЭ, Парламентской Ассоциации этой Европы, которая фактически лишила права голоса Азербайджану на что, собственно, Азербайджан ответил определенным демаршем, покинув Парламентскую Ассоциацию этой Европы. Сейчас решается, в принципе, будущее Азербайджана и будущее, скажем так, юрисдикции, в том числе и Европейского суда по правам чеки на Азербайджан. Я просто скажу только, что народный депутат Гончаренко, представитель Украины, вы наверняка в курсе, поддержал Азербайджан. Украинская делегация не голосовала за это вопиющее просто решение. И сам Гончаренко сказал, что это вызывает просто удивление. Когда страна доэккупировала свои территории и ведет пирменный процесс с Арменией, оттуда ее просто, ну, фактически лишают права голоса. Ну, как вы относитесь к этому? Вы, кстати, за это голосовала армянская делегация. Ну, естественно, я думаю, что в этом плане сказать ситуацию в общей сложности, позитивную назвать, никак не получается. Там есть такие моменты, что я думаю, что уже очень многих людей в Азербайджане создаются ощущения, что, ну, вот понятно, почему с Россией, с Белоруссией вот было так. А то, что с азербайджаном, если вот внутри азербайджанского общества идут такие дискурсы, что если это декларируемые цели, то есть это прав человека, состояние демократии, то про эти проблемы можно было бы принимать какие-то решения до 2020 года. То, что сейчас это принимается в обществе, это понимается как результат того, что это связано с Карабахом. То есть в этом плане уже как бы мнение, я бы сказал, это не только в публичном пространстве среди обычных людей, но и среди тех людей, которые очень близко сотрудничают с европейскими организациями. Ну, там есть разные люди, ну, я, скажем так, я отвечаю за, вот, как политический следователь, я отвечаю, вот, скажем так, более такие политические отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. И вот те вопросы, которые мне задают наши, скажем так, люди из гражданского общества, которые очень тоже тесно сотрудничают с европейскими структурами, но, скажем так, не по политическим вопросам, да. Вот чувствуется, что появился определенный момент, когда вот европейские структуры, особенно вот парламентская ассамблея Совета Европы, в этом плане очень сильно проигрывает, репутационно проигрывает внутри Азербайджана. И несмотря на то, что, еще раз говорю, это самая, та самая группа, которая очень часто хочет активной работы Азербайджана, парламентской структуры, парламентской ассамблеи Совета Европы. Но, если мы можем, как бы, в этом плане посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, вот, я для меня, кажется, что это каким-то громадводом. Дело в том, что армянская страна в очень многих международных площадках, вопрос того, что Европейский Союз и США ничего реального не сделали против Азербайджана, этот вопрос всегда был на повестке дня. То есть, с точки зрения армянских коллег, получалось так, что Азербайджан вот пришел, провел военную операцию, сделал то, что хотел, и взамен получил только исключительно, скажем так, определенные заявления, ничего другого. И, говоря это, как бы, таким-то образом армянские коллеги, они подразумевали, да, армянская страна, они каким-то образом подразумевали, что против Азербайджана должны были быть введены разные санкции, да. И никто это не сделал. И даже те резолюции, которые принимались в разных европейских структурах, это, как бы, был призыв к тому, что кто-то должен принять санкции, а никто вот такие санкции не принимал. Вот в этом плане, если Советы Европы, внутри структуры Европейского Союза, там очень многие разные структуры не могли довести дело до конца, потому что Европейский Союз – это достаточно разнообразная структура. Внутри там есть очень много стран, которые имеют стратегические связи с Азербайджаном. И вот, естественно, эти страны были против того, что против Азербайджана были введены какие-то санкции, потому что это очень сильно мешало бы сотрудничество с Азербайджаном, да. И таким образом этого не удалось в эту структуру добиться. И через некоторое время, я думаю, что это прошлось по разным структурам. В Америке, в США тоже это не удалось. И вот получается так, что в ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, при неучастии большинства депутатов, а очень многие игнорировали это. Таким образом, я думаю, что, возможно, очень многие депутаты там хотели создавать ситуацию, когда вообще это слушание не должно было бы состояться. Но когда смотришь на лист тех людей, тех депутатов, которые проголосовали, это таким образом можно увидеть, что это в основном западноевропейские и североевропейские страны. То есть, восточноевропейские страны, они отсутствовали. Южноевропейские страны, они в основном в своем массе отсутствовали, проголосовали в том плане, который Азербайджан считается более близко. Ну да, были некоторые депутаты, которые там участвовали. То есть, в этом контексте видно, что насколько все это там, в этой группе процесс пошел не том образом. То есть, это как бы нестандартное решение ПАСЕ. Европы. Это те, вот скажем так, если те решения, которые принимались против России, Беларуси, там были, скажем так, в основном участие было, форум был, все было там. Ну, в Азербайджане это было как-то по-другому. Но очень сильно, скажем так, это очень сильная такая, ну скажем так, ну достаточно серьезный шаг против Азербайджана. И таким образом, как бы, я думаю, что внутри Европы уже они могут армянскому правительству, армянскому коллегам сказать, что вот мы что-то сделали. Вот поэтому я сейчас на данном этапе это все вижу как бы громад флота. Европейский Союз ничего, санкции не принял, других дел не принял, но армянская сторона, я думаю, что они все это время работают и хотят держать этот вопрос на повестке дня. И таким образом, вот что-то надо было, как-то было, надо было реагировать на это. Вот поэтому я думаю, что это пока еще громад флота. Но если этот шаг может, этот шаг может показать, показаться Армении таким шагом, что они направлены на пути, надо еще усилить давление, да. То есть, если европейская сторона может задумала этот шаг как громад флота, но армянская сторона может быть каким-то шагом испарринг, да, то есть, как бы это будет таким воодушевлением к следующим шагам, да. Если это, я думаю, что в будущем уже как бы конфронтация будет намного, намного серьезнее. Пока еще Азербайджану, Азербайджану жали сильно, это скрывать не стоит. Одновременно с этим, я вот, когда смотрю весь спектр отношений, это мне кажется громад флотом, я как-то часто повторяю этот термин, но из-за того, что пока что в нас, в обществе, внутри в обществе, мы не сами полностью не могли осмыслить, вот находится процесс осмысления всего этого, я думаю, что вот это как бы, имея ту информацию, которую мы сейчас имеем, вот, я думаю, это более правильный партнер. Ахмат, как вы считаете, как повлияет эта ситуация на вот этот мирный процесс с Арменией? В виде, ну, понятно, что здесь, ну, скажем, было очень важное голосование, если бы Армения, например, как бы представители армянской делегации не проголосовали за это решение, то это было бы неким знаком, да, несущественным, но тем не менее создало бы какой-то фон для переговоров, да, поскольку армянская делегация поддержала это, ну, это создает негативный фон для переговоров. Вот как повлияет это решение на минские переговоры? Да, я думаю, это очень важная сторона этого вопроса. Дело в том, что у Азербайджана, вот сейчас, когда общаемся с европейскими структурами, общаемся с разными, с Европейского Союза, самое лучшее, чтобы понимать Азербайджан, вот на данный момент, надо понимать, что у Азербайджана существует хроническое недоверие международному сообществу, особенно европейским структурам на данном этапе, это публика тоже так. Это хроническое недоверие, это возникло из-за того, что Азербайджан, вот Азербайджан есть представление, что он 30 лет постучал по всем дверям, он хотел всем показать, какие у него проблемы, он показал эту проблему, никто не слушался. У него были миллион, скажем так, беженцев, в то время это была одна восьмая часть населения Азербайджана, даже одна седьмая часть населения Азербайджана, ранние 90-е годы. И это огромная ноша, Азербайджан хотел показать всем, что вот как нечестно с ним поступили, а Азербайджан как-то в этом вопросах игнорировали. Вот как результат всего этого появилось это хроническое недоверие. Вот поэтому сейчас в очень многих вопросах, скажем так, некоторые международные инициативы неправильно работают. Это результат того, что вот это хроническое недоверие. И вот поэтому, да, надо было, вот после 2020 года, надо создавать как можно платформу для обсуждения этого вопроса с азербайджанской стороной. Потому что если вы не слушаете человека или игнорируете его, то, что его беспокоит, когда он выражается, скажем так, вербално, то он должен уже выражаться по-другому. По-другому выражаться это уже и военные действия, и экономические и так далее, и там подобное. То есть все эти структуры, почему тратятся огромные ресурсы на это, разные площадки, разные формы, разные парламентские ассамблеи. Потому что думается, что когда люди обсуждают какие-то разные вопросы друг с другом, они понимают друг друга, и те вопросы, которые можно решить через военные, решаются через дипломатов. И вот принимая все это во внимание, я думаю, что это в этом контексте, в то время, когда и Азербайджан уже, из-за того, что и гражданское общество не находится в таком активном состоянии. Азербайджану сейчас, вот в отношении с Европейским Союзом и Европейским Союзом, вот надо было, чтобы увеличить количество даже площадок, создавать новые площадки, для того, чтобы процесс диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом состоялся. Потому что, еще раз говорю, Азербайджан вот 30 лет говорил про некоторые, вот карабахские проблемы, про некоторые проблемы, которые его беспокоят. И Азербайджан всегда такое ощущение, что его не слушали. Или слушали и игнорировали. Я вам скажу. Да. То есть, нет, я к вашему вопросу про то, что вот как проголосовало армейское теорусство. То есть, получается таким образом, что уход Азербайджана или приостановление своего действия парламентской Союзом в Европе, это первым образом, будет очень негативно влиять на то, что как, на этот мирный процесс, потому что вот это как бы создает ту атмосферу, где европейские организации участвуют через некоторые площадки. Можно было бы держать, скажем так, европейские коллеги, in the loop, как говорится на английском, то есть, держать их информированным, скажем так. Это исчезает. Эта площадка, ну как минимум, в течение года эта площадка не будет работать, как она работала. Вот поэтому, да, я думаю, что это в самых лучших, это должно быть в интервью армянской делегации, чтобы вот сейчас выступить с особой инициативой, что как мирного переговорного процесса с Азербайджаном, Армения хочет, чтобы, вот как раз Ереване так говорят, что европейские площадки, они более такие, скажем так, европейские площадки, они армянская сторона предпочитает эти площадки. Вот поэтому я думаю, что сейчас как часть всего этого армянская делегация может выступить с особой инициативой и без предусловий каких-то, и вернуть Азербайджан обратно. Я думаю, что если армянская делегация в этом контексте выступит, это как часть мирного процесса, я думаю, что те депутаты, которые там представлены, они будут как бы, да... Нет, а как это может сделать армянская делегация, как может это сделать армянская делегация, если они уже голосовали за исключение? Это было бы логично, если бы они не голосовали за исключение. Раз они не голосовали за исключение, так они теперь не выступят? Да, ну, я не говорю... Что я говорю? Это самый лучший сценарий, да, то есть мы тут не наивны и не опасенны. Мы просто пытаемся показать, что есть пути выхода из ситуации. То есть мы это хотим показать, что это один из путей выхода из ситуации. И я думаю, что это таким образом можно очень быстро добиться очень пассивных результатов. Какие политические решения будут внутри армянской делегации, внутри Совета Европы и так далее? Может быть, сказать, что вот армянская делегация может сказать, что да, благодарим вас, коллеги, вот в апреле, скажем так, мнение нашей, наша озабоченность. А сейчас, как часть мирного процесса, мы считаем, что мы должны их верить. То есть каким будет там политическое решение на местах, внутри Европейского парламента, поверьте мне, там уже можно очень по-разному... Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolute. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Revolute позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ахмат, понимаете, я с вами во всём согласен, кроме последнего. Я думаю, что армянская делегация не встанет и не скажет, боже, друзья, зачем весь этот шум? Я ваш старинный брат Акум. И давайте, значит, проголосуем делегацию. Что мы натворили? Люди, люди, что мы натворили? Как герой фильма «Гараж». Знаете, как вот немой заговорил. Скажу, давайте вернём мы делегацию из Азербайджана в зал. Я в это не верю. Я больше всего скажу, что я удивляюсь, скажем так, позиции с Запада по поводу того, что происходит. Но вот смотрите, Армения, я в другом эфире приведел статистику, у неё вырос товарооборот с Россией до 5,5 миллиардов долларов. И по 23-м году будет ещё больше. Я привержу статистику от 22-го года. Соответственно, большая часть, это, кстати, данные американские, это не мои данные, большая часть экспорта Армении в Россию составляет реэкспорт. То есть даже не факт, что армянские товары проходят через территорию Армении, просто они проходят через армянские фирмы, фирмы, зарегистрированные в Армении. Таким образом, Армения помогает России обходить санкции, которые накладывают запад против России. Армения идёт в струнную интеграцию с европейским связом и НАТО. То есть, ну, тут как бы, как в том анекдоте, либо одно, либо другое. А то, с одной стороны, помогают обходить санкции государства, агрессору России, которая воюет в Украине, оккупирует отдельную территорию украинские, убивает украинских граждан. И Армения помогает обходить санкции этому государству. С другой стороны, та же Армения идёт в сторону европейской и евроатлантической интеграции. И с третьей стороны, та же Армения говорит о том, что какая Россия бяка, и, значит, мы выходим из АДКБ и прочее, но Армения, та глоба об этом говорит, при этом не выходит. Понимаете? То есть, я не могу понять, знаете, свойства вот этой внешней политики Армении. Просто, я понимаю, равновесная политика Азербайджана. Азербайджан делает громких заявлений. Армения постоянно делает. То мы выходим из АДКБ, то мы выходим из Евразес, то мы идём в Европейский Союз, то мы идём в НАТО. Ну, я не понимаю этого. То есть, вот где основа этой политики? Скажите мне. Ну, по позиции Армении, ну, я думаю, что это уже несколько раз удавалось армянским политикам убедить европейских, американских политиков в том, что они двигаются в сторону Европейского Союза и евроатлантического пространства. Ну, как минимум, я бы сказал, что пиком этого было, ну, мы однажды с вами этот вопрос обсудили, пиком этого было 2013 год, когда Армения Серсиарксян обещал, что будет подписано ассоциативное соглашение с Европейским Союзом. Но как только Серсиарксян вернулся из Брюсселя, через два дня его вот сразу вызвали в Кремль, через два дня он поехал туда и там же и подписал о том, что Армения вступает в Евразийский экономический союз. И таким образом я уже не раз, скажем так, не первый год как бы работаю в той обстановке могу, скажем так, понимать настроение европейских чиновников. 2013 год, я думаю, что это была катастрофа для европейских дипломатов, для европейских, извиняюсь, для армянских чиновников, тех, которые работали в Брюсселе. Это была катастрофа, потому что там в Европе вдруг, скажем так, полностью все перевернулось против Армении, потому что на Европе были огромные надежды в то, что Европа будет, скажем так, Армения будет двигаться в сторону Европы. Второе. Просто Армения на 6 лет забыла восточное партнерство как таковое. Напомню, что Армения, Украина, Молдова, Грузия это все страны восточного партнерства с 2009 года, то есть, которое пришло на смену политики соседствия. Да, и то, что потом была в Украине, мы все это помним. События последователей, я думаю, что очень многие это было то, что привело к крымским событиям, захвату России и Крым, и так далее. Мы все это помним, это как бы является частью всего одного процесса. А второй раз это было, как только Пашнян победил в Армении, в Европе были огромные надежды. Он это, и в США тоже были огромные надежды на то, что вот наконец-то пришел человек, который сможет Армению, скажем так, в сторону Европейского Союза отвезти. закончилось все тем, что Армения отправила войска в Сирию для поддержки российских войск в Сирии. Тем самым, там уже второй раз это было, ну и естественно это все сравнивано с 2013 годом не может случиться. А сейчас вот это как в этом контексте, да, я думаю, что это случается таким образом. Но это я бы назвал, что когда сравниваешь Армению и Азербайджан, это два таких игроков, которые очень прекрасно умеют управлять теми ресурсами, которые они имеют. Азербайджан это страна, которая прекрасно справляется с задачами, когда дело касается реальной политики, real politics, когда дело касается каких-то реальных действий. Азербайджан в этом плане я думаю, что вот те геополитические проекты, которые в 90-е годы Азербайджан сделал сейчас, нацелены на некоторые проекты, это как бы Азербайджан на это способен, потому что у него есть огромный опыт для имплементации таких масштабных проектов. То есть он Азербайджан это страна, которая любит работать с реальными вещами и полностью игнорировать публичную дипломатию, игнорировать некоторые, скажем, soft power, мягкую силу. А вот Армения наоборот. Армения это страна, которая в реалполтексе, он, скажем так, у него нету тех ресурсов, которые есть в Азербайджане, ну как минимум энергетических ресурсов и логистических ресурсов в Армении с Азербайджаном никак не сравнится. В плане демографии, состава населения и так далее, по всем этим параметрам, по реалным параметрам Армения уступает. Но когда дело касается уже работы с диаспорой, элементами диаспоры, когда дело касается работы с публичной дипломатией, то есть это такая не политика эмоций. Да, это Армения, то есть Армения в этом плане прекрасно справляется с этой задачей. Вот поэтому на международных площадках мы видим, что армянская сторона имеет больше поддержки со стороны парламентских структур. Это те структуры, которые скажем так работают с электоратом, у них есть чувствительность к электорату, они принимают, они должны работать с разным актором в обществе, особенно диаспоры, они должны быть открыты ко всем. И вот в этих структурах Армения прекрасно справляется работа с этим структуром, и через эти структуры разные МПО-структуры, разные структуры гражданского общества, у него прекрасно получается все время оставаться на повестке дня, все время свою повестку показать, как очень близкой к повестке европейских стран. А Азербайджан наоборот прекрасно умеет работать с своими правительствами, скажем так, реал дипломаси. Тот же самый Франция, который сейчас очень часто в Азербайджане критикуется, а он в свое время продал Азербайджану массу оружия, очень важных оружий, в то время даже Турцию, Азербайджан не покупал это оружие из Турции, в то время он покупал это из Франции. Тот же самая европейская комиссия Русла Вандерлайн, она когда была в Азербайджане, она назвала Азербайджан надежным партнером. Это такой реакции создал в разных парламентах, особенно в европейском парламенте, что мы это видим. То есть это реальная политика, реальная оценка, то, что мы видели с ТНПС, это больше полиглоза. Ну, это больше касается публичных дипломатов, но это уже создает такой имидж, что Азербайджану очень важно, чтобы никто не сомневался, что Азербайджан может имплементировать некоторые стратегические проекты с Европейским Союзом. В свое время, скажем так, Азербайджан, когда проводил газоправу через некоторые балканские страны, через страны Южной Европы, там в разные страны, ну, Италии, там были протесты против этого. Но Азербайджан справился с этой задачей, да, скажем так. Вот, когда вы реализуете разные проекты геополитических таких огромных масштабов, там очень много моментов появляется, что вы должны все это решить. А вышла статья пару недель тому назад бывшего посла Америки в Туркменистане, потом Стив Мэн, этот же человек ответил за то, чтобы энергетические проекты, они были реализованы, да, в 90-е годы. Там была одна цифра, что надо было иметь 17 тысяч подписов, то есть, это как бы реализация проекта, это зависит от того, что 17 тысяч подписов под этим проектом. и вот получается так, что никто не должен сомневаться, у вас есть ресурсы работать с европейскими структурами. То, что произошло в ПАСЭ, это показывает, что некоторые организации, они могут сказать, что ваше отношение у вас есть некоторые проблемы. Это вот может создавать, но я думаю, что Азербайджан в этом плане безусловно справится с этим. Чем это? Да, hard power и soft power они могут находиться в разных, скажем так, направлениях, но бывает момент, когда они пересекаются и очень сильно пересекаются, поэтому я бы не, скажем так, не игнорировал, не сказал бы, что надо от одного полностью отойти в пользу другого. Надо работать во всех площадках. Спасибо, спасибо большое, Ахмат Ахмат Алили, известная политолога из Азербайджана, эксперт, ученый, был сегодня с нами на телеканале «Дельеопонлайн». Подписывайтесь, ставьте комментарии, ставьте лайки, рекомендуйте знакомым, друзьям, коллегам, родственникам, всем, кому можете подписаться на канал. До новых встреч. Спасибо большое, Ахмат Ахмат. Вам спасибо.